Вы знаете, что корень петрушки способен очистить организм. Что надо для этого делать? Как правильно использовать полезный душистый корешок? Смотрите видео до конца и узнаете, как может помочь улучшить самочувствие обычная петрушка. Петрушка относится к пряным растениям. Отличительной способностью ее является благоприятное воздействие на организм не только зелени, но и корня. Корень петрушки, если его правильно использовать, является довольно сильнодействующим и эффективным средством. Что содержится в корне петрушки? Петрушка является двухлетним растением. Именно в течение этого периода корень обогащается большим количеством полезных ингредиентов, оказывающих неоценимое значение для здоровья человека. В нем содержится витамин А, которого даже больше, чем в моркови, а это активный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы, помогающий сосудам, улучшающий зрение. Витамины группы В, необходимые нервам и сосудам, коже и волосам, кровотворению. Витамин С, необходимый иммунитету и сосудам. Витамин ПП, важный для правильного кровотока и метаболизма. Витамин Е, обладающий способностью поддерживать молодость и способствующей регенерации клеток. Клетчатка, собирающая на себя и способная выводить токсины из кишечника. Группа минералов, необходимых правильному течению биохимических реакций – это цинк и калий, йод и магний, кальций и фосфор и многие другие. Еще в нем содержатся эфирные масла, органические кислоты, растительные белки и углеводы. Все это собрано в одном маленьком корешочке и имеет просто огромную силу. Какими свойствами обладает? Такой комплексный состав позволяет помогать организму в очищении и повышении иммунитета, улучшении работы нервной системы, стимулировании обмена веществ. Действие на организм будет следующим. Желчегонным и слабительным. Противопаразитарным и антибактериальным. Противовирусным и противовоспалительным. Гипотензивным и мочегонным. Общеукрепляющим и тонизирующим. Обезболивающим и регенерирующим. Корень петрушки нейтрализует деятельность всех паразитов, попадающих в тело человека, способствует выведению шлаков и токсинов, противостоит свободным радикалам, выводит лишнюю жидкость. Важным является то, что корень в некоторых случаях позволяет избегать использования медикаментов. Как применять корень петрушки? Использовать корень петрушки можно в кулинарных целях, добавляя его во время приготовления различных блюд. Особенно полезен он в сыром виде, если класть в салаты вместе с другими овощами. Чтобы максимально использовать его положительные свойства, повысить возможности организма очищаться от вредных веществ, возможно использование сока, который выжимают из корня после его измельчения через марлю. Такой сок довольно концентрированный, поэтому принимать его надо, либо разбавляя кипяченой водой, либо добавляя в другие соки. Приготавливать сок надо на один раз, принимать то количество, которое получается из одного корешка. Еще одним способом употребления является приготовление чая из корня петрушки. Для получения целебного напитка надо измельчить очищенные корни петрушки. На 500 мл кипятка необходимо класть 3 столовые ложки растения, заварить и настоять в течение нескольких минут. Применять можно несколько раз в неделю, но не более одного раза в день. Какие противопоказания? Воздержаться от употребления надо во время беременности, при наличии судорожных приступов, в том числе эпилепсии, детям младшего возраста, при обострении хронических болезней желудочно-кишечного тракта, если имеется почечная недостаточность, при аллергии на растения. Не стоит пренебрегать правилами приема и учитывать противопоказания, тогда растение окажет достойную неоценимую пользу здоровью. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!